Пользование природным газом становится более доступным. По действующему законодательству трубы с голубым топливом прокладываются бесплатно до границ дома. Как этой возможностью пользуются новые абоненты в Зеленчукском районе, выяснял Али Баташев. Легкий поворот ручки и на газовой плите вспыхивает пламя голубого цвета, без копоти. Теперь тепло в доме не зависит от наличия дров. Батареи в комнатах можно включать в любое время. А главное, не нужно возиться с тяжелым газовым баллоном, говорит жительница дома номер 16 по улице Союзная Татьяна Ермакова. Конечно, очень хорошо после дров. И очень дорого было. И хоть газ у тебя провела уже в кредит, а дрова еще дороже были. Ну, я очень благодарна. Сколько машина дров обходила? 18 тысяч. 18 тысяч. И плюс порубить 4,5 тысячи. Ну, я думаю, за газ будет дешевле, конечно. А сейчас как? Ну, сейчас тепло. Очень приятно, уютно. Пыли нет, грязи нет. Сейчас прокладка газораспределительных сетей протяженностью свыше двух километров идет в станице Исправной по улицам Октябрьская, Садовая, Союзная, Ручейная, переулку Садовый. Это разбивка трассы, разработка грунта, укладка газопровода. Затем последуют работы по выводу газовых стояков к границам земельных участков жилых домов. Будущие абоненты подают заявки на газификацию своего жилого дома, имея все правоустанавливающие документы. Это право собственности на дом и землю. И имея паспорта на свое газовое оборудование, которое планируют устанавливать. Подача заявок может осуществляться как в районном газовом участке, в данном случае это район по земельскому району, также могут в центральном офисе города Черкесска, онлайн, либо через портал госуслуг. Трубы с голубым топливом будут проложены рядом с домом. Все дальнейшие расходы по установке газораспределительных сетей и необходимого оборудования внутри дома будут проводиться за счет заказчика. Снизить стоимость работ возможно при заключении социального контракта. Подробности можно уточнить в администрации по месту жительства. То, что касается государственной социальной помощи, сегодня у нас по программе соцконтракты население участвует. Мы берем заявление, люди, которые в жизненной трудной ситуации, отправляем в управление труда и соцразвития, там комиссионно рассматриваем. И вот такая помощь даже со стороны государства оказывается населению, чтобы помочь большой финансовой суммой для того, чтобы газифицировать домовые деньги. По Зеленчугскому району на газификацию уже подана 371 заявка. Протяженность газораспределительных сетей по ним составит более 9 километров. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчугский район.